Приветствие, почтение, еще одна невероятно интересная для всех нас тема вознесение в действии, перераспределение энергии на планете. Отец Абсолют, здравствуйте дорогие мои любимые дети. Сегодня мне хочется подвести итог целой серии моих посланий о законах Вселенной и об эгрегорах, которые играют не последнюю роль в воплощении этих законов в жизнь. Как видите, все это представляет собой целостную и довольно сложную тонкоматериальную структуру, которая тесно связана с плотным планом Земли и между ними происходит постоянный энергообмен. И каждый из вас вносит в это свою лепту, положительную или отрицательную, в зависимости от того, какие энергии получаете вы вовне. При этом практически все обитатели Земли связаны с друг другом невидимыми энергетическими нитями, которые образовались на протяжении веков и тысячелетий в результате кармических связей. Но сейчас на Земле сложилась уникальная ситуация, когда на нее спустилось огромное количество великих древних душ, причем в тысячах своих частичек. Целью этого божественного посева является перераспределение энергии как на тонком, так и на плотном планах Земли. И этот массовый приход на Землю светлых душ призван качнуть чашу весов в сторону света, поскольку в последнее время ситуация на Земле достигла той критической отметки, когда уже была близка точка невозврата. Сейчас удалось переломить ситуацию, и энергетический перекос в сторону тьмы устранен. Теперь, хоть и медленно, но верно, Земля возвращает себе былое величие и перемещается в пространство Пятого измерения, в котором она когда-то и пребывала. И чтобы ускорить этот процесс, были предприняты беспрецедентные доселе меры. На помощь вам брошены все светлые силы Вселенной. Таким образом, свет наполняет Землю с двух сторон, с тонкого плана и с плотного. Можно сказать, что часть высших сил добровольно воплотилась сейчас на Земле в своих физических телах, чтобы обеспечить необходимый энергообмен. Эти великие души прекрасно понимают, что без поддержки снизу высшим силам не справятся со столь грандиозной задачей. И сейчас многим из таких воплощенных частичек приходится не сладко, поскольку спустившись на Землю, они забыли о своей миссии и сбились с выбранного их душой пути. Некоторых из них проводят через жесточайшие испытания, поскольку это стало единственным способом вернуть их на предназначенный им путь и спасти их души от падения с той высоты, на которой поднялись они путем сотен своих воплощений. Именно отсюда идет выражение, что самые большие испытания Творец посылает любимейшим своим детям. И последнее, о чем я хотел бы вам сегодня сказать. Каждый человек, вставший на путь Вознесения, поистине бесценен, поскольку лишь своим пониманием происходящих на Земле событий он способен менять коллективное сознание человечества, постепенно поворачивая его от тьмы к свету. И этот процесс с каждым днем набирает обороты все больше и больше. Таким образом и происходит энергетическое перераспределение сил в сторону Вознесения. И так создается новый эгрегор Пятого измерения, который постепенно поглотит, вберет в себя всю вашу планету. Любящий вас безмерно, Отец-Абсолют говорил с вами, приняла Марта. Вы прослушали тему «Перераспределение энергии на планете». «Перераспределение»